Знаменитый Мизон Жемаэ, созданный в 70-е годы XIX века, как личная резиденция знаменитым архитектором Виктором Жемаэром для его семьи, 4 июля 2021 года находился в праздничном настроении. Особняк в стиле фламандского ренессанса сегодня смотрится как предтеча арт-нуво в своей эклектике. А веню Сталинград этим летом напоминает город, честь которого назван в 1943, но в архитектурной жемчужине Брюсселя готовятся торжественные речи и охлаждается шампанское. На сегодняшний день создание архитектора, отреставрировавший часть зданий на одной из красивейших в Европе площадей Гран-Пляс Брюсселя – Мизон Жемаэ мини-отель. Но на один день он трансформировался в торжественный зал. Здесь проходят церемонии обручения офицерских и рыцарских крестов за социальные и культурные заслуги перед Евросоюзом. Награда из бельгийско-французской с годами превратилась в европейскую. В ней появился сильный акцент на участие награждаемых в благотворительных проектах. Рыцарским крестом в разные годы были награждены Сальваторе Адамо и Шарль Аразнавур, Мишель Сарду и Эрик Эммануэль Шмидт. Рыцарский крест «Все заслуги в музыкальной культуре Европы и вклад в благотворительность». На церемонию награждения прилетел с Гонконга сын Ольги Леон, инвестиционный банкир, полиглот, владеющий китайским языком мандарин. Сын скрипача, победителя конкурса «Королева Элизабет» 1976 года Михаила Безверхнева. Я очень горжусь, конечно, вам, да, вам большая молодец, для меня большой пример, вот, и я, вот, я очень горжусь, что еще могу сказать, очень эмоционально сегодня, да, такой день для меня. Музыка «Все заслуги в музыкальной культуре Европы» В этом году в день рождения двухлетнего сына прилетели в Бельгию, и эта страна стала их местом европейской силы. В самый расцвет гастрольной деятельности и успеха Ольгу настигает страшный диагноз – рассеянный склероз. Эта героическая женщина нашла себе силы и, продолжая музыкальную карьеру, все силы направила на помощь детям и взрослым с неврологическими болезнями. Ольга Бобровникова возглавила фонд «Мюзик» – музыка и музыканты против рассеянного склероза. Она создала свою педагогическую музыкальную методику лечения и восстановления детей с неврологическими расстройствами. Аминь Ольга Бобровникова возглавила фонд «Мюзик» – музыка и музыка. Аминь Ольга Бобровникова возглавила фонд «Мюзик» – музыка и музыка. Меня восхищает жизнь и деятельность Ольги Бобровникова, которая все свои силы и талант отдает борьбе за права людей с рассеянным склерозом. Она организовала и участвовала в стольких концертах в поддержку больных неврологическими заболеваниями. Ни разу никому не отказала в помощи. Музыкант и педагог такого высокого мирового уровня. Рыцать без страха и упрека в европейской культуре и благотворительности. Спасибо, Ольга. В последние годы, кроме педагогической деятельности, Ольга Бобровникова также была занята написанием мюзикла «Чайковский. Американская мечта». Вместе с мужем-англичанином и авиатором Полем Смосом, который поддерживает ее во всех проектах, Петр Ле Чайковский всегда был любимым композитором-пианистки романтической школы. Музыкант и педагогической деятельности Я хотела бы выразить особые слова признательности маэстро Сальваторе Адаму, который стал первым слушателем моего мюзикла «Чайковский. Американская мечта» и поощрил меня к продолжению работы над этим проектом. В этот день также были награждены титулами офицеров и рыцарей другие выдающиеся европейцы, в том числе Патти Куарт, дипломат, президент Европейского института Image of Europe. Я очень рад, что мои заслуги были оценены Евросоюзом вместе с двумя другими представителями двух очень важных миров – мира культуры и мира дипломатии. На мой взгляд, самых главных столпов европейского мироустройства. Музыка 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 24 января, в 1992 году, это было его первое время. У него было два года. Кто бы знал, что вот так мы здесь остались. Говорили по-французски. А я училась в Москве. Я с удовольствием нашла его. Я проживаю столицу. В российской столице. Столица, где мы должны все понять, что мы все один мир. Мы, во всех, граждане одной планеты. Вместо того, чтобы ругаться, нам нужно помочь вместе. За Россию и за Рубей. Ура! Ура! Ура!